с министерством, как общаться, что они требуют, какие у них есть запросы, дозапросы. И мы настолько отработали систему по подаче на документы, что у нас всегда документы подаются идеально. У нас такая стратегия, подал документы первый раз, и все документы, они идеально заходят. Ну, редко очень бывают какие-то запросы, что-то не понравилось, там, справка или что-то там еще, это уже отдельно. Вот, и мы придумали, вернее, не придумали, а мы еще добавили такую опцию подачи документов для Номанда. Мы уже ее прошли, у нас есть несколько успешных одобрений, ребята подавались вот в конце марта, в начале апреля уже одобрения. Позавчера одно одобрение, вчера одно одобрение пришло. Кстати, они довольно быстро отвечают на все вопросы. Если мы что-то пишем, спрашиваем сразу в тот же день или на следующий, или вот загрузили документы. У человека буквально вчера утром спрашивали уточнение, пару вопросов, там, надо было догрузить. Они спрашивали, мы догрузили, дали там через час ответ. И через несколько часов пришло одобрение, то есть быстро. По Номанду приходит одобрение быстро. И мы разработали такой наш гайд, у нас система целая, полностью инструкция. Вы можете подать самостоятельно все документы. Если какие-то сложности возникнут, можете подать документы через нас. У нас цена сейчас, стоимость подачи документов стоит 350 евро, но для членов стартап-сообщества, для членов Номан-сообщества мы сделали акцию. В апреле у нас сейчас акция по промокоду вебинар Номан. Мы готовы предложить документы, загрузить ваши за 300 евро с человека. Но мы даем гарантию, все документы будут приняты, у нас есть определенные свои фишки, которые знаем мы. Мы сейчас вам все расскажем. Мы сделали такую удобную штуку, выложили в интернете, на нашем стартап-сообществе. Борис выкладывал. Это выглядит, как нужно загружать документы. Прямо вот в самой системе. Вот у нас система, тут заполняет, можно заполнить будут документы. И прям по пункту, пошагово, вот они все у нас, как вот идет по документам, первое, второе, третье, четвертое, пятое, там, да, за потребованием. Вот мы его и сделали. Могу сначала начать. Вот первый у нас идет, самый первый пункт, это мы должны загрузить документы в скан всех страниц паспорта. То есть вот прям прилетели в Испанию, от корки до корки нужно сделать скан документа всех страниц. И с печатями, и без печати делаем скан хорошего качества, загружаем. Второй пункт, нужно сформировать госпошлину. Можете попросить друзей, знакомых, у кого есть электронный сертификат, или обратиться к нам. Мы поможем сформировать электронную пошлину. Стоимость этой пошлины 73 евро 26 центов. Можно оплатить в любом банке с утра в кассе с 9 до 11. Можно оплатить в банкомате. У нас есть инструкция, четкая, пошаговая инструкция, где вы можете сделать, там, прийти в банкомат и оплатить наличными. Или, ну, мы рекомендуем лучше в кассе, потому что если там затупит система, вы можете в кассе прийти и оплатить, оставить очередь там полчаса и оплатить. Это будет проще. Второй пункт, что нужно загружать в нашу систему, это заявление. Оно заполняется очень четко. Там, если какие-то галочки вы не там ставите, то они реально присылают отказ. Там не поставили галочку, там, телетробаха могут отказать, могут до запроса не присылать. Просто ее, я вас очень прошу, заполняйте очень внимательно. Там, там, фамилию, имя, все данные ваши, очень важные в самой системе и в самом, уже вот, ну, в самом заявлении. Вот, мы даем здесь ссылку на само заявление. Вот. По поводу адреса, хотел сказать, вот, когда будете заполнять, пишите адрес друзей, знакомых, или отеля, или апартаментов, где снимать. Адрес, на самом деле, он просто для системы. И телефон, обязательно указ в телефон. Мы рекомендуем брать по приезду в Испанию испанский номер телефона. Это важно, потому что система вас может не пропустить, бывает глючить, или могут, потом возникнут у вас вопросы с одобрением, потом нужно будет вам записываться на отпечатки пальцев, регистрируться в социальном страховании и так далее. Испанский номер вам нужен в будущем. И в системе сейчас, и потом. Следующий, вот, четвертый пункт, когда мы заполняем, обязательно мы прикладываем рабочий контракт. Рабочий контракт должен быть не ранее, не позднее трех месяцев. То есть вы должны работать три, четыре и более месяцев, а лучше более год, два, три, если есть возможность работать. Если вы работаете по найму или если вы работаете с единственным клиентом, как самозанятый, доказать оплату, контракт с этим клиентом. У нас все это все есть, есть шаблоны определенные. Мы это все вам покажем, расскажем, если будете с нами, ну, через нас подавать документы. Если нет, я на любые вопросы могу отойти бесплатно. Напишите, я подскажу, что мы знаем, мы подскажем вам. Дальше, вот, пятый пункт, когда будете загружать систему, обязательно нужно документы об открытии компании. То есть, ну, об основании. Можно учредительные документы, можно об открытии компании. Ну, там, когда компания открыла, там, пять лет назад, год назад, ну, не менее года. То есть свежие компании, которые открылись месяц назад, два не пройдут. Нужно от года показывать документ, загружаем, делаем скан. Ну, если честно, если у вас работодатель, если вы можете у него попросить, просто учредительные документы, они вам дадут. Если есть возможность, можете, ну, там, на русском, если на иностранной компании, там, канадские, кипрские, разные компании, американские, они на английском языке вам не надо переводить, будет просто скан и все. Следующий документ, который мы просим на Nomant, это нужно показать доход. Ваш доход должен быть минимальный, 2520 евро за человека, за одного. Ну, там, ваша зарплата должна быть или ваша прибыль, как доход по документам. На второго человека, на супругу, на супруга, это 945 евро. И на третьего члена семьи, на ребенка и так далее уже, это 315 евро в месяц. То есть у вас должна быть такая сумма, 2520 евро, 945 евро минимум. Ну, и, конечно, желательно больше. Или 315 евро на ребенка, на третьего. Вот. Эти тоже надо будет подгружать инвойсы, документы, чтобы получать эти деньги. Потому что бывает там, например, в этом месяце я получил там 4000 евро, в следующем 10. Есть стабильный контракт, есть нестабильный, разные. Вот. И она должна быть в совокупности годовая, должна вот делиться и получать вот такая сумма. Седьмой пункт – это обязательно, ребят, обязательно прикладывайте скан диплома. То есть многие говорят, да, мне не надо, да, приходят отказы, приходится заново переподавать заявку, госпошлину оплачивать. Нужно скан диплома, не нужно переводить его у Хурада, просто через ДИП или через Google картинки переводим, показываем, что он есть у нас, чтобы соответствовала квалификации. Или, если нет диплома, люди работают, к примеру, по этой профессии, но нет диплома. Ну, к примеру, он монтаж видео делает, он дизайнер, но он получил опыт так, 3-5 лет он работает. Можно тоже приложить этот опыт работы, справку с работы, как мы говорим на нее, что да, такой-то специалист работает в таком-то отделе, в таком-то вот он по такой-то профессии. И вот бумажечку. Испанцы любят подтверждение, вот каждое действие у нас должна сопровождаться бумажкой. Есть бумажка, ты молодец. Вот вместо диплома можно приложить вот эту бумажку. Дальше. Обязательно мы прикладываем к нашим документам должность или сфера деятельности. Ну, как вы говорили, это отдельным документом должно быть. И еще отдельно, так они просят, должность вашу. Там, что вы делаете на этой должности, ваша квалификация. Следующий документ – это должность, занимаемая, и деятельность. Вот вы, например, веб-дизайнер, вы там веб-разработчик, да, и, ну, так они просят. Еще нужно обязательно резюме ваше. Там все ваши компании, ваш опыт, тоже фотку загружаете, да, резюме простенькое, никто не требует. Но, действительно, на двух языках мы просим. На испанском, на английском можно в один PDF файл вставлять и просто загружаем. И следующий пункт, очень важный, девятый пункт, который обязательно для загрузки – это справка о том, что вы являетесь или самозанятым, или то, что вы получаете зарплату в компании. Вот выписка из ФСС в России, если в международный организации, то бухгалтер, ну, то компания, он знает, какую справку вам нужно дать, что вы оплачиваете налоги, что вы как бы социально, ну, как, застрахованный. То есть у вас там есть страховка, медицина, оплачиваете вот эти все взносы. Вот документы от компании или справка из России, из соц.страха, она должна быть. Или еще можно написать письмо, у нас тоже есть бланки, что вы сейчас на данный момент самозаняты, и вы готовы стать самозанятым в Испании, и оказывать услуги этому клиенту, пишется письмо, специально есть форма, и станете на учет, будете оплачивать налоги здесь. Вот про налоги хотел поговорить здесь, в этом пункте, вы будете оплачивать 24% налогов, вот именно в Испании. Вот до суммы заработка в год до 600 тысяч нужно заплатить 24%. Это самое больное, можно сказать, такое в Номаде, что нам нужно заплатить налоги. То есть у тебя зарплата большая, заплатят большие налоги. Да, но ты получаешь ВНЖ на 3 года, оно того стоит. И вся твоя семья, даже и тещу можно перевести, и родителей. Ну, это все мы потом еще разберем. По налоге тоже мы отдельно поговорим. Там есть тоже фишки, где можно сделать вычеты, нужно будет с хистором поговорить. Можете обратиться к Борису, можете писать мне, мы вам подскажем, что сможем. Может быть, организуем какой-то отдельный вебинар по налогам, именно по открытию ИП, по вот этому всему. Это вот к Борису. Дальше еще обязательно нужна страховка. Обязательно нужна страховка. Если вы работаете по найму, вам нужна страховка. То есть если вы работаете в компании, там ООО, работаете в любой международной компании, нужно покупать страховку в Испании. Если вы работаете как самозанятый, ну, вы станете самозанятым здесь, то страховка это не нужна. Ну, то письмо, которое я о нем говорил, что вы обязуетесь стать самозанятым здесь, как бы, типа, гарантия. Вот вы пишете, это в 10-м пункте. Вам не нужно будет покупать страховку. Вы встанете на учет, получите одобрение, встанете на учет, и все. Будете платить с обвносы, и вам дадут страховку бесплатно на вас. А если вы наемное лицо, в компании работаете, как в штате, то обязательно нужно покупать страховку в Испании. Страховки есть хорошие, у нас есть несколько агентов, вот, русскоговорящих. Вот, можете написать Борису, он вам подскажет по страхованию. Есть разные компании. Борис, подскажи, пожалуйста, какие там компании есть. Санитус и ДКВ. Да, вот можете в эти компании обратиться, выбрать по страховке. Реально, страховка хорошая, покрывает и даже пересадку органов, и лечение зубов у детей. У взрослых, конечно, навряд ли, там половина будет скидки какой-то, да. Ну, а так, можете лечиться, можете лежать в больнице, не дабы, что случится. Можете вызывать полностью, как в России, ДМС. Вот такой вот прям сервис гораздо круче. И, если что-то случится, можете писать, можете по врачам, чекапы делать без проблем. Вот, это по страховке. Следующий пункт у нас, одиннадцатый, это обязательный он, справка несудимости. Ребята, обязательно делайте справку несудимости с переводом Хурада, чтобы она была у вас с апостилем, бумажная. Потому что многие спрашивают, а можно электроны? Нет, электроны нельзя. Будут 100% туда запрашивать, будут 500 миллионов вопросов говорить. Лучше загружайте сразу скан бумажной справки с апостилем, с переводом Хурада. И еще к этой справке мы рекомендуем писать декларацию о том, что у вас, ну просто от себя, у нас есть тоже форма специальная, мы вам все дадим, если через нас будете подаваться. Есть форма такая, декларация о том, что вы ничего не нарушали, вот вы проживали в таких-то странах и вы ничего не нарушали. То есть от себя еще говорите, еще документальной справкой. То есть и так, и так. И мы рекомендуем, если у вас есть ВНЖ какой-нибудь страны, кто жил там в Армении, в Грузии, в этой справке еще и с той страны обязательно. Потому что они увидят по документам, что вы были, у вас клеена виза, ВНЖ, и нужна справка еще с той страны. Если вы жили несколько месяцев там, несколько месяцев там, несколько месяцев там, по печатям просто, то не нужно. Ну а по закону нужна справка о несудимости, если более полгода ты прожил в другой стране. Дальше. Дополнительные документы. Это мы пробежались по основным документам, которые мы подаем, это прямо из программы. Без них, без этих документов вы в систему не загрузите документы, не сможете податься. Дополнительные документы мы вам рекомендуем. Дополнительные документы – это бланк доверенности, если вы подаете через друзей, через знакомых или через нас. Мы все заполняем сами, нужно просто с вас роспись, и все, мы подаем за вас. Дальше. Нужно обязательно, если вы въезжали не в Испанию, в первую страну, называется документ Энтрада, декларация о въезде. Она делается в полиции. Например, у вас был дешевый билет, вы вылетели из Турции, через Милан, в Барселону. У вас печати итальянские в Шенгене, а в Испании печати никто не ставит. Значит, вам нужно прийти в Барселону, в полицию, в аэропорту прям, в течение трех дней. Если не успеваете, в этот день, на следующий день, через день, главное, в течение трех дней прийти, получить этот документ, он дается бесплатно. Называется документ Энтрада, что вы въехали в Испанию. Даете просто паспорт, говорите цели вашего приезда, туризм, на любой, на это никто не смотрит. Подача на ВНЖ, резиденцию, можете сказать, он напишет, просто полицейский напишет, там три минуты, пять минут, и все, это бесплатно. И вы с этим документом уходите, делаете скан и загружаете в саму систему. Что еще дополнительно мы просим обязательно прикладывать? Это нет в обязательном перечне, но был дозапрос, вот недавно, и мы догрузили, ребята получили одобрение, все хорошо. Это выписку с банковского счета, что у вас есть деньги на еду, на проживание в Испании, это обязательно. Не говорится об этом, в документах нет официального, но они запросили. В дозапросе пришел от министерства дозапрос, что, пожалуйста, покажите ваши деньги, хотя этого нигде нет в документах, нигде требований нет. Но мы подгрузили, и достаточно, честно, нет никаких сумм определенных, просто у человека было несколько тысяч евро, догрузили, все прошло, ему одобрение пришло. Что еще мы говорим дополнительно, тоже попросили дозапрос на подачу, это за последние 3-6 месяцев инвойсы, что вы-то реально получали зарплату, деньги, не просто выписка с банка, не просто договор, контракт, а именно инвойсы, что вот-вот там, вот я получил такую-то сумму, вот в этот месяц, вот такую-то в этот месяц, вот такую-то в этот. То есть прямо вот нужно показать инвойсы, ну, любой бухгалтер вам сделает. Или то, что платежи от клиента, если у вас есть единственный клиент, или вы как-то самозанятый, то можете вот эти инвойсы, ну, вот эти, как выписки от банка тоже предоставить. Это не обязательно, но мы рекомендуем загружать, потому что последний дозапрос показал, что они нужны. Документы, это мы с основным заявителем разобрались, основные документы подгружаем. Документы на семью, то же самое, подгружаем, только немножко другому заявление другое пишется. Можно одновременно загружать документы, сначала загрузили папу, маму, кто по нормам он дойдет, потом можно загрузить детей, также можно загружать родителей, если они от вас зависят, ну, например, там, вы оплачете им жилье, вы каждый месяц им даете как-то на спонсорские деньги, на расходы. Это все можно собрать документы, у нас есть уже опыт, мы подавали знакомым нашим, я лично по такому пути тещу мы в декабре перевезли, 1 декабря мы подали документы, 20 декабря мы получили одобрение. Тещу 59 лет, она получила ВНЖ с правом работы. То есть сейчас теща открывает ИП и будет работать, там у нее есть несколько вариантов маленького бизнеса, теща будет его делать. Вот, по документам на семью, у нас заявление специально на семью заполняется, тоже там очень внимательно заполняйте, вот галочки ставьте, там, какая у вас виза, если у вас студенческая, вы делаете реформирование, то там одна галочка, если вы просто приехали по Шенген визе, то другая галочка, если вы по визе, ну, по одной лукративой уже находитесь, то же другая, там очень сложно, вот прям, будьте внимательны, на это обращать внимание и не запариваться, просто пишут неправильно поданные документы, прям сразу отказ, может на следующий день прийти, на второй день, или прождать там дней 10 и придет отказ. Они очень щепетильно относятся к документам, к сканам документов, чтобы было все читаемо, чтобы было хорошего качества и вес, чтобы был маленький. Вот такие вот рамки. Дальше, про детей, такая же пошлина, вы оплачиваете на каждого ребенка, на жену, там, на родителей, 73 евро 26 центов, тоже в банке, также. Пошлина, если вы не смогли подать, что-то случилось, там, уехали, приехали, она действует один год. То есть вы заплатили пошлину, что-то у вас не получилось, уехали, год она действует. Не переживайте, все окей. Дальше, ну, еще нужно заполнить форму родства, это как дополнительный документ, он не обязательный, но мы просим заполнять, и с нами никогда не было никаких вопросов. То есть вы подгружаете средство рождения или брак, зависит от родства. И еще вот мы дополнительно в форму поставили, в гайд наш, в форму родства, что на данный момент вы живете в браке с этим человеком, потому что бывают разные ситуации, что в данной, ну, как вот подали документ, вот это ребенок, это ваш. Ну, бред, но это нужно делать. Испанцы вот просят. Что еще нужно? Скан паспортов всех страниц, тоже на детей, на жен, справку с банка, по возможности тоже, не из России, если есть возможность, не из Беларуси, любого иностранного банка, потому что они, ну, более лояльно относятся. Медицинскую страховку на детей нужно купить, потому что там уже не будут страхи, вот на них нужно покупать, это обязательное условие. Вы как самозанятый, ладно, а вот на детей, на жен, на мужей, да, нужно покупать страховку, по страховке можете Борису написать, есть страховые агенты. Дальше, у нас есть еще справка несудимости на взрослого члена семьи, нужно подавать, если это родители, справка несудимости также с Хурада, если это дети не нужно, от 18 лет нужно, но на детей тоже можете подать документы от 18 до 21 года, если они зависимые и не в браке, то есть если в браке уже нельзя будет подать. Ну, к примеру, дочка вышла замуж там или женился, сын ваш, все, как бы вы не сможете подать документы. Вот такие документы, вот такой список, здесь у нас есть контакты наши, в конце нашего гайда, можете их посмотреть, можете написать, есть я, есть в WhatsApp, есть в Telegram, можете писать, звонить, любые вопросы бесплатно, мы тоже проконсультируем, подскажем, если будут трудности, ну, обращайтесь там, заполним документы ваши. Спасибо, Артем. Давай еще раз напомним о том, что мы подготовили промокод, который называется вебинар по намат, и по нему будет гарантированная скидка на подачу документов 50 евро на каждого человека, то есть не только на того, кто подается, но и на членов семьи. Кроме того, буквально перед нашим вебинаром мы с Артемом обсудили, что он здесь еще добавит ссылку, собственно, как вы можете самостоятельно загрузить документы. Вот, и в целом вот этот документ, который подготовил Артем, он будет совершенствоваться, уточняться. Все, кто сюда подключится, есть права для комментирования, и желательно это проверить, вы можете оставлять прямо здесь свои комментарии, и мы будем дорабатывать этот самый документ. По этой части мы рассказали все, что планировали, есть ли у вас вопросы, на которые мы сможем ответить? Да, есть вопрос, могу задать? Да, Артур, пожалуйста. Спасибо, интересно, полноценно уточнение такое, вы сказали, компания должна существовать более одного года, если ИП, имеется в виду ИП, или контрагенты ИП какие-то должны существовать более года, от которых приходит доход на ИП? Это как ИП, скорее всего, год нужно, чтобы было. То есть если вы ИП, то оказывайте услуги, то должны не меньше года. Если вы как наемное лицо, то три месяца можете работать, не меньше, то есть три, четыре, пять и более. Ну, клиентов, клиентов просят долгосрочных, ну, показать, вот были ребят, были отказы, ну, потом переподали документы с другими, вот, мои знакомые подавались, да, им отказывать, типа, написали, что не видят перспективы длительности контракта. То есть клиент недавний, три месяца, и только три месяца, вот, он, ну, как, тоже создал компанию, и они не увидели перспективы, но писали, что нет. Спасибо. То есть и ИП дольше одного года существует, и желательно контракты с этим ИП тоже заключены длительнее. Да, да, если как наемное лицо, вы лучше, ну, как бы, идите как наемное лицо, если вы как ИП, лучше год, чтобы был. Спасибо. Константин, ваша рука. Так, здравствуйте, спасибо. У меня два вопроса. Первый, те цены, которые вы озвучили, это за человека или за заявку? Ну, то есть я спрашиваю про то, что, типа, я с супругой, допустим, нужно 350 умножать на 2 или это 350 за двоих? Это если вы забыли уже промокод. По промокоду это будет 300 на человек. Я в апреле не успею. Нет, 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 мы в апреле объявили, то есть эта акция, она будет продолжаться и в мае. Вот, и более того, мы специально об этом написали вот в том документе, который вам показывали. Соответственно, пока там написано, это все будет действовать. Спасибо. И еще раз хотел буквально одну секунду. То есть мы на этой услуге не планируем зарабатывать, потому что по себе стоимости времени, которые нужно потратить на то, чтобы проверить все документы и загрузить, то стоимость должна быть выше. То есть мы это делаем для того, чтобы те, кто планировал получать стартап-визу, кто уже уехал из России, им нужно остаться здесь, в Испании, чтобы могли действительно воспользоваться этой услугой. Да, все правильно, это за каждого, извините, перебил, это за каждого человека, потому что создается заявка отдельно на каждого человека, и Министерство миграции, больших предприятий рассматривает каждого человека отдельно, потому что бывают разные истории, визовая какая-то ситуация, еще не загружается все скопом, а вот сначала загружается первая номант, папа там, да, или там мама, кто идет, и потом уже члены остальных семей. И еще уточню нюанс, если вы подавать хотите один, и, к примеру, подается ребенок, а мама не может, то вам нужно получить нотариальное согласие на ребенка от мамы, которая там осталась в России или где-то еще. Ну, это мы так и разбираем кейс, у нас были нормальные, все одобряли. Ну, соответственно, заявка супруги будет ссылаться на мою, и там как-то это все в комплексе будет рассматриваться, верно? Да, все правильно, мы сначала загружаем вас, потом анкету, дозаполняем ваш номер рега, он дается при загрузке, как вот вас только загрузили, специальный номер рега, он такой длинный, и вот по этому номеру вас идентифицируют. Как только загрузили вас, добавляем в анкету вашей жены, и сразу же можно, через несколько часов, загружать уже вашу жену, отдельная заявка, и вы как будете рассматриваться, у нее тоже будет номер рега. Потом можно ребенка догрузить, например, номер рега основного, поставить вас там, да, примерно, и тоже этот номер рега. Соответственно, номера иностранцев надо обоих получать, то есть не только заявителю. А нет, здесь вам дадут его бесплатно. Вот этот номер НИИ, который присвоят бесплатно, никуда не нужно ходить. По Номмунду очень классная штука, то есть здесь вы экономите еще на НИИ. То есть вы подали, через несколько недель у вас приходит одобрение на 3 года ВНЖ сразу, на 3 года с правом работы, да, у вас будет. И у вас будет НИИ, все, вам не нужно какие-то придумывать предконтракты, чтобы покупать недвижимость, что вы там что-то будете покупать машину. Все, у вас сразу готовы НИИ, готовы ВНЖ, все, и скорость очень быстрая, там, в течение 10-20 дней, там, до месяца, если до запроса какие-то будут месяц, у вас уже ВНЖ на 3 года. Это один из самых, мне кажется, крутых ВНЖ вообще в Евросоюзе. Приехал, подал доки, все, ждешь, легально, пока ты подал доки, ты легально, и получил ВНЖ. Главное все четко сделать, первый раз. Так, и, простите, второй вопрос, который я изначально хотел задать, это про справку несудимости, то, что по закону от полу, если больше, чем полгода прожил, то она нужна. Ситуация, в моем случае, такая, там, в Грузии прожил чуть больше полугода, на 2 дня больше. В Турции, получается, в данный момент нахожусь, проживу здесь на 2 недели больше, чем полгода. Стоит ли заморачиваться и делать хотя бы в Турции справку, или можно так попробовать проскочить? Честно, можно попробовать так, потому что ВНЖ у вас нет, скорее всего, ни одной страны. В Турции у меня туристический есть, он до конца года. Ну, вы меньше полгода прожили, я думаю, что, наверное, можно так проскочить. Но если есть возможность, если вы в Турции, возьмите, пойдите в полицию, получите эту справку, и все, на английском языке, на турецком, и подайте. Приложим ваш еще ВНЖ, покажем, что вы реально там жили, и все, и вопросов не будет. Не надо перевезти в Хурадо, можно на английском попробовать. Главное, чтобы она в посылку попала. Да, а из России обязательно с Хурадо переводом, чтобы основная будет, это как дополнительная. Но могут это запросить, если нет ВНЖ, могут это запросить. Они посмотрят, главное, им важно, что вы здесь. Как вы находите? Легально приехали, легально, печать есть, Шенген есть, справка на судимость есть основная, все, им это достаточно будет. Вот если вы прожили, как ребята подавались в Сербии, там три года, там два года еще где-то жили, да, там нужно будет разбирать. Там не тот ВНЖ, а тот ВНЖ, клеен паспорт, клеен, и все. Там, да, другая ситуация. А здесь у вас попроще. Да, Артем, у нас много вопросов, давай будем отвечать на то, о чем спрашивают. Я знаю, что у тебя много информации. Константин, спасибо за вопрос. Виолетта, вам дам возможность спросить. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если загранпаспорт не биометрический, а обычный, это будет проблемой? Нет, не будет проблемой. Любой паспорт проходит, нет ограничений. Единственное, сроки у вас такие могут быть... На 10 лет. А, если на 10 лет, то сейчас супер. У вас просто... Нет, не будет вопросов, все нормально. В полиции просто бывают вопросы, если вы подали документы, и приходит одобрение у вас, там просто фамилия, номер НИИ, и все, номера паспорта нет. Вы можете податься с одним паспортом, а получить уже потом ВНЖ, саму пластику, саму карточку, с другим паспортом. Главное, чтобы был этот паспорт действован не меньше, чем 3 года, когда вот это ВНЖ был пластик. И все, можете подаваться, без проблем. Понятно, спасибо. Еще такой вопрос. Я вот работаю как самозанятая, но с родной компанией. То есть фактически это трудовой договор, но они меня в штат не оформляют. Но это договор оказания услуг, у меня есть мой рабочий график 8 часов. Ну, в общем, весь тот контракт, который обычно бывает при трудовом договоре, но просто я как независимый работник работаю, потому что компания не хочет платить налоги. Вот в этом случае достаточно ли нескольких месяцев, там, трех месяцев, или опять-таки нужно год? Смотрите, если ваша компания работает давно на рынке, и вы только 3-4 месяца, там, полгода, то можно попробовать подать. У нас вот как раз было одобрение, ребятам одобрили. Можно, да? И зарплата там минимум должна быть 2,5 тысячи евро в месяц, да? Или можно показать меньше? Это минимум, да? Минимальная зарплата 520, 2520 евро минимум на одного человека. И лучше, ну, чтобы не прям копейка в копейку, там, 2 600. Может быть, у вас годовая есть. Вот ребята показывают зарплату меньше, но они получали бонусы, они получали какие-то там квартальные премии, и у них нормально так получилось. В конце года они взяли выписку, вот у нас есть годовое. Главное, годовое делится, и все. Можно так, если есть возможность. То есть бонус тоже пойдет за счет, да? Потому что у меня часть фиксированная, и часть бонус. Да, обязательно бонус. Они смотрят в месяц. Если в месяц меньше, но если годовая больше, нормально, то... Испанцы, на самом деле, очень лояльны. Главное, четко подать документы, и они принимают, и вам дают ВНЖ. Им нет смысла отказать, они не хотят отсеять. Наоборот, вы с деньгами приезжаете, вы арендовать будете квартиру, то, все. Наоборот, круто. Приезжайте в Испанию. Понятно, спасибо. И все документы только в электронном виде подгружаются, да? Оригиналы потом не нужно будет приносить кому-то, показывать. Все документы... Нет, не нужно. Все документы в электронном виде, все, все, все полностью. Единственное условие, когда приходит одобрение, там пишут, что в случае там этого вы должны показать эти оригиналы. На самом деле, никто вот за год практики нашей никогда в полиции не спрашивает эти оригиналы. Ни разу. То есть просто приходишь, каменное лицо, отпечатки пальцев, у них там толпа стоит, там человек там 20-30 сзади, и давай быстрее, быстрее, все, оставлялся, ушел. Следующий, следующий, следующий. На потоке все. Никто не спрашивает никогда. Хотя написано, что могут спросить, но ни разу не было. Понятно. И счет в каком-то банке СНГ подойдет, да? То есть не обязательно в Испании открывать для намада. Честно, любой счет, ребят, Казахстан проходит, Армения, американский, Вайс у кого-то ребят был там. Любой, любой счет даже без проблем проходит. Вот ребята показывали, зарплату приходят на один счет, показывали, Тинькофф банк показывали, ну, что у них еще там деньги есть, в евро там небольшая сумма там, не в евро, ну, в рублях он перевел в евро, показал, что вот он может переводить, там написал письмо, и все прошло, пожалуйста. И именно в евро должен быть счет, да? Есть у меня в долларах счет, у меня компания американская? Можно в долларах, но чтобы вы написали письмо, эквивалент по курсу вот такому-то. То есть вот у вас евро так, да, вот, например, там, ну, примерно 3 тысячи долларов, это там 2 700 евро. Пишите, скрин, справки, делайте, или выписка в банке, может быть, у вас там, может, банк вам сконвертирует, или выписку с банка возьмите. Испанцы лояльны, то есть есть бумажка, каждое ваше подтверждение, о чем вы говорите, должно быть документально подтверждено. Вот вы сказали, курс такой, ага, вот бумажка, вот там, ЦБ, евро, доллар, вот столько-то, а, окей. И главное, посчитайте, сделайте за них грязную работу, подсчитайте. Я поняла, спасибо. Виолетта, спасибо вам, да, у нас есть еще желающие задать вопросы. Следующий, Дмитрий, Дмитрий Миллер. Да, добрый день. Очень интересно. Сейчас, секунду. Смотрите, да, извините. Вопрос такой. Вот сейчас вы обсуждали по поводу документов, ИП, или есть ли какой-то контракт. Я правильно понимаю, что эти документы, в принципе, испанцы проверить никак не могут. Честно, все на слово. То, что вы даете, какие документы, сканы, ну, сканы ваши, печати, они выверят под этим документом. Да, 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 то есть я понимаю, да, то есть если я ИП, я могу сказать, что я ИП уже там год. Если я работаю на контракте, то я могу просто написать. Просто почему я об этом говорю? Потому что я, когда подавался на счет, открывал в Мадриде, BBB, BBVA, вот, они запросили у меня 2 НДФЛ и паспорт российский. И вот 2 НДФЛ я им прислал, они перевели его здесь с печатью, но в итоге я понял, что если бы я вписал в это 2 НДФЛ больше официальных денег, то потом это бы в дальнейшем мне было бы больше, ну, как бы обоснование больше денег класть на этот счет и по этому счету двигать средства. То есть, в принципе, в будущем, я думаю, что я им просто это 2 НДФЛ заменю. То есть я так понимаю, что с этими документами на подачу именно на кого именно я работаю, на себя или на что-то, то, в принципе, их тоже можно как-то там украсить и в нормы. Честно, мы рекомендуем подавать документы все оригинальные, хорошего качества, настоящие, потому что это всегда может высветиться, может где-то запросы делают. Вот, к примеру, по банкам. Вот расскажу маленький пример по банку. Вот у нас был случай, девчонки подавали документы, все окей, не понравилась справка с кипрского счета в евро. Попросили, попросили живую с печатью. Хорошо, что девчонки пошли, сделали там, все, они у них были знакомы, друзья, сделали с живой печатью. это вот буквально недавно. Могут попросить сделать вот эту справку, вот такой еще раз. или просто они иногда делают так, просто скопировали, вставили, два раза, три раза могут один и тот же, через день буквально присылать им, чтобы еще раз справку, еще раз справку, то есть будет свежее, свежее, то есть вы просто устанете делать, рисовать. Поэтому они очень, они тоже видят, испанцы очень хитрые. То, что касается всего мира, я понимаю, то, что вот в границах России только и, видимо, в Белоруссии тоже, я так понимаю, да? Ну, то есть, вот я работаю, вот у меня контракт в России, я работаю удаленно, как они могут проверить какие-то данные? Все на бумаге, которую вы даете, вот все, выписки, инвойсы, контракты, соц.трах, вот только вот такое, все. Вот то, что есть, вот это смотрят. Но главное, что все бумаги, документы были идеальны. Что-то не нравится, маленький дозапрос, дают 10 дней, успели отдать, все, дальше, все хорошо, пару дней, и одобрение приходит. То есть, они очень лояльны, но к документам относятся очень серьезно. Испанцы, они бюрократы очень сильные, прям должна быть каждая бумажка, каждое ваше действие, каждое слово должно быть прям зафиксировано. Если сказали это, значит бумажка, сказали это, бумажка, бумажка, все-все-все-все, прям поэтапно. Они не будут, они соблюдают закон. В законе указано вот это, дойдут вот это. И плюс еще дополнительно, что-то сомневаются в чем-то, просят еще что-то. Договорились. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Артур, еще одна ваша рука. Да, спасибо. Вопрос, вот смотрите, так, если значит ИП без работников, в случае ВНЖ, необходимо ли будет автоному открывать, или можно продолжать с этим ИП работать, и с счетом, который там есть. Скорее всего, если вы как самозанятый работать, будет, скорее всего, придется вам открыть здесь ИП и работать. ИП, ну, если это индивидуальный предприниматель, не самозанятый, да, то нужно ли будет в Испании так автономо регистрироваться, или можно продолжать работать с этим же ИП? Вот такой вопрос. Скорее всего, попросят, наверное, здесь открыть, потому что, если это у вас в России, как вы будете там и налоги, софт-трах, и это все, и деньги, скорее всего, попросят здесь. Это нужно будет общаться уже, когда придет письмо о одобрении, там указано все, вот в одобрении прям пишут, что вы должны сделать, прям на обратной страничке, там, первое, второе, третье, прям по пунктам, у каждого индивидуально все, кто работает на кого-то, не надо, кто работает на ИП, на самозанятый, надо, то есть все, это все индивидуально, ребят, честно, это прям, как вот придет одобрение, нужно будет уже разбираться с министерством и разговаривать с хиттором, с вашим, по налогам, по открытию, по этому, сколько будет стоить, как это все отдельно. Спасибо, и второй маленький вопрос. Вот какая свежесть справок, например, справка из банка, сколько от ее выписки должно пройти до подачи, максимально? Все документы в Испании годны 90 дней, но мы рекомендуем не тянуть такой срок, то есть все документы, прописка, справки из банка, 90 дней, но мы рекомендуем в течение 30 дней предоставить документы, две-три недели, то есть вы, пример, прилетаете 1 мая, ну хотя бы справка давать 20 апреля, то есть не сильно старые, старайтесь давать свежие документы, как можно больше, потому что прилетите, не понравится что-то испанцам, они скажут, по фавор, дайте справку из банка. Они не пишут причину, не пишут тара, нет, они просто справку из банка, предоставьте справку из банка, Они как попугаи, говорят, представьте это, представьте это, хотя ты вроде давал им, да, они не пишут причины, почему не понравилось. Просто дайте справку эту, справку со страха, дайте вот это, и все. Ты уже сам догадываешься, дамыслишь, ага, может быть из-за того, что там она старая, вот. Но мы уже это все знаем, поэтому мы не будем допускать. Я сразу говорю, лучше и посвежее, как можно лучше. Ну, свежее. Артур, ответили на ваш вопрос? Да, да, спасибо. Все отлично. Тогда следующая рука у Ника. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Артем. Привет. Маленький вопрос, да. Вот предположим, мы на супруге ИП, в общем, вот это нам от визу оформлен, да, и у них какие-то контракты, и потом через какое-то время эти контракты, например, закончатся. Вот, то есть мы, получается, остаемся в Испании по надвизе, платим какое-то количество месяцев налоги, а потом так случается, что контракты прекращаются по ИП. Как дальше происходит, мне расскажете, или вы не в курсе? Да, в курсе есть информация, прислали моим друзьям ответ, если что-то, например, случается, там бывает, да, то виза ваша аннулируется. Но лучше не сообщать это, а работать дальше, платить налоги, поэтому мы советуем здесь, если вы работаете, например, здесь, ну, как бы у вас есть клиенты не из Испании, 80, должно быть 80% не из Испании, 20% могут быть испанских клиентов. Приезжайте сюда по намаду, открывайте ИП, платите налоги и все, и ищите других просто клиентов. Потому что если вы об этом сообщите, что у вас все, клиентов нету, йог, все, аннулируют вам ваши рейнджеры, придет письмо, счастье, скажут, извините, поддавайтесь на новые, вы не подходите под нашу программу. И все. Поэтому лучше приехать, открыть ИП и работать спокойно, искать, там, если нет контракта, искать, ну, другого, как работодателя, клиента, и все. Лучше так. То есть, ну, не платите и налоги не получат, они аннулируют. Нет, не платить не получится, потому что реально, если вы не платите несколько месяцев, один-два, ВНЖ аннулируется. ВНЖ завязанное, именно вот соцстрах и вот министерство миграции, больших предприятий, оно завязано. Поступает, ну, один департамент, если что-то не то, сразу поступил сигнал, ага, все, и приходит письмо, все. Ваша карточка потом пик, и не будет действительно, просто реально аннулируют. И еще есть такая фишка, что если вы, ну, как-то, вот, конкретно вот у меня лично. Я получил ВНЖ по стартапу, и я получил страховку себе, а жене я не могу оформить, у меня уже письма, мы там подавали прошения, с департаментом ругаемся. Они пишут, у вас в ВНЖ по стартапу, тут написано по закону предпринимателей, вы должны обеспечить социальное обеспечение вашей семье с частной страховкой. Вот, или устраиваете жену компанию, к себе платите зарплату, платите вносы, или покупаете страховку. То есть мы вынуждены были купить страховку на Новый год, ну, как бы, в этот год. Я себе не купил, а жене, детям покупал. Прямо четко. Поэтому у вас тоже такой же тип визы, и придется вот платить налоги. Понял. И соцстрах, ну, платить соцстрах, получать. Я добавлю, что у меня автонома и моей семье дали бесплатную медицинскую страховку, может быть, это для СЛ так? Да, это, кстати, да, для СЛ, и в каждой провинции по-разному. Вот ребятам в Барселоне тоже дали, мне в Кастойон не дали, то есть ребятам еще в Аликанте дали, то есть я узнавал. Вот все по-разному, все зависит от чиновников. В кабинете уперся, дает ссылку, вот и все. Поэтому надо, ну, все, надо жаловаться, писать, там, Мадрид, и все будет хорошо. Мы еще не остановились, мы еще жалуемся. У нас осталось 10 минут, а вопросов еще много. Я вижу руку у Раиля. Да, здравствуйте, спасибо за вебинар. Вопрос такой. Насчет трудового контракта, то есть я правильно понимаю, что необходимо предоставить переведенный трудовой договор работодателю из России, например, да? И тут вопрос, нюанс в чем? То есть если у тебя трудовой договор был достаточно давно, то доп. соглашения, то есть там у тебя может быть порядка там 10 или там, я не знаю, от одного до доп. соглашений, их надо тоже все прикреплять? Да, да, обязательно прикреплять. У нас было в практике старый контракт, там написано продление, да-да. Ребята просто прикрепили все документы и все, доп. соглашения, что контакт продлен, работает и все. Или сделайте просто новый, если не хотите париться, сделайте новый контракт. попросите ребят, чтобы просто вам документально его зафиксировали, там, с такого-то работы, там, с 10-го года по, там, контракт, там, еще на 3 года. Как можно больше попросите работодателя новый. Если не захочет, дайте старый, переводите на английский язык, обычный перевод без хурада, и просите это доп. соглашения маленькие. Тогда так. Да, лучше больше документов загрузить. Министерство на это смотрит. Спасибо большое, да. Спасибо. Да, Юницол. Еще раз, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если получили ВНЖ Панаманду, какое-то время там пожили, но не стали налоговым резидентом, то есть они прожили там больше 183 дней, и пришлось там вынужденно уехать. Нужно ли начинать платить налоги сразу же, или по истечению вот этих 183 дней? И что произойдет с визой, если так и не станешь налоговым резидентом? То есть, допустим, пожил в Испании какое-то время, не стал налоговым резидентом, уехал в другую страну, и потом в следующем году снова вернулся в Испанию. А здесь виза, знаете, она завязана с налоговым резидентом и визой. То есть, если вы прожили 183 дня, вы автоматом стали уже налоговым резидентом, вы получили ВНЖ. И если вы уехали, все, ваше ВНЖ будет аннулироваться, вам просто его не будут продлевать. У вас просто как въездной билет, как в театр, просто будете приезжать в Испанию и все, но вы уже не продлитесь с ним, все, уже не сможете продлиться. Он зависит, привязан и налоговое резидентство, и такое резидентство. Это не другой тип. Вот, к примеру, другой тип визы. Золотая виза была, да, там можно было прожить там, сколько, 7 дней, по-моему, да, там можно было. Можно было налоговым резидентом быть, не быть. Здесь другой тип визы, поэтому здесь нужно быть и налоговым резидентом, и проживать здесь обязательно. То есть, три дня. Ну, то есть, виза останется, то есть, ее не аннулируют сразу же, ее просто не продлят? Ее не продлят, и если ее аннулируют, то есть, вы не будете платить налоги сразу, вы же подписали, что платите налоги здесь, да, вот эти 24%. Если вы не заплатили месяц 2-3, сигнал приходит, все, аннулируют, вы даже не сможете в Евросоюз потом ехать. Будет пик, ой, а что, у вас, извините, у вас карточка аннулирована. Все, в банк. Спасибо. Спасибо, спасибо. Больше рук не вижу, но у нас есть вопросы в чате, есть еще 7 минут. Я прочитаю. Подскажите, как обстоят дела с подачей второго члена семьи, партнера, неофициальный брак? Да, был у нас в практике тоже несколько подач таких. Мы рекомендуем писать родство, то есть, кто есть в гайде такая штука, вот она, получается, форма родства, это вот пункт, будете смотреть, пункт родство. Заполняете муж на вас, вы на мужа, и еще мы рекомендуем сделать партнерский брак, как он называется, забыл на испанском, вот мои ребята знакомые делали, ну, как они, парень с девушкой, они живут официально, просто пошли к нотариусу, заверили партнерские отношения, что в данный момент они живут вместе, это как бы и не брак, ну, вроде как бы и брак, это вот сделать можно в нотариусе, там, сто чем-то евро стоит, по-моему, все это быстро делается, за два-три дня регистрируется в мэрии и все, там, это, ну, это не брак, это просто партнерские отношения, то есть, в данный момент вы живете здесь, и мужчина там пишет, что совместно, совместно, у испанцев есть такая штука, лучше делать такую штуку, вот в Испании прямо это сто евро там и все. Спасибо, Артем. У Романа вопрос, и он поднял руку, наверное, Роман, можете голосом озвучить, только коротко, пожалуйста. Да, всем привет, вопрос такой, по налогам, я, допустим, стал резидентом, я налоги плачу с какой суммы и как это технически происходит, куда это я получаю налоговые номеры, как это происходит, то есть, какой суммы, если я ИП? Смотрите, если вы, вы должны зарегистрироваться как самозанятый, как ИП аутонома в Испании, и вы будете заплачивать налоги, это уже нужно вопрос задать хистору, то есть, есть местный, как бы, бухгалтер-юрист, он занимается налогами, у меня вот свой хистор есть, у меня там целый штат, какие-то вопросы я с ним обсуждаю, потому что реально законодательство разное и разные нюансы, у вас там сколько детей, у вас там жена, там, что можно вычеты получать, какие нельзя, это надо, это будет уже с хистором говорить, но сейчас четко в законодательстве прописано 24%, но их можно обойти, это нужно с грамотным хистором обсуждать все вот эти моменты, честно. так, 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 еще смотрю вопросы, у нас сейчас идет обсуждение, наверное, вопросов больше нет, ну, собственно, у нас осталось 4 минуты, ну, Дмитрий, если у вас короткий вопрос, то, пожалуйста. да, можно я быстренько, еще раз, вот получается, я приехал сюда, получаю эту визу, я подаю на минимальное прожиточное минимум, там, с семьей, например, там вы сказали, что 2 600 плюс какие-то еще там на детей и на жену, ну, выходит там где-то в 5 тысяч евро в месяц, правильно? вот с этих 5 тысяч, ну, вот с этого минимального я плачу 24%, правильно, в месяц? да, ну, опять же, это надо решать уже с хистором, потому что вы как аутономо регистрируете, там есть какие-то льготы, часть, есть там вычеты, на каждого ребенка свои нюансы, вот у меня, примерно, мне хистор посчитал, я заработаю 30 тысяч евро с женой, да, вот мы вдвоем, у меня СЛ, и по доходу налог, вот этот НДФЛ, я не заплачу ничего, то есть ноль, не заплачу, если заработают 50 тысяч, я заплачу 5 с чем-то, там, вот он мне писал на детей вычеты, там это, у меня своя, у каждого человека индивидуальная программа по налогам, прям надо вычитывать здесь, в Испании, прям с хистором, хотите, моего дам, вот у Бориса есть хистор, можно разговорящих найти, да любого, даже испанцев, они все расскажут, это индивидуально. Ну, то есть я же сам буду подавать каждый раз тот заработок, который, грубо говоря, считаю выгодным показать. Ну, скорее всего, да. Если у вас есть такая возможность, то есть те деньги, которые к вам придут на испанский счет, вот, собственно, он и засветится. Так, а если, ага, понятно, и получается, что я и в России буду платить налоги и здесь, правильно? Ну, нет, вы же сюда, смотрите, вы же переведете весь бизнес, можно сказать, сюда, если вы откроете ИП здесь, в Испании, все ваши доходы будут в Испанию приходить, все. И минимума нет, правильно я понимаю, на эту сумму, которая приходит на испанский счет? Минимальная сумма нет, может, 100 евро и больше, но вы же доказали, что будете вот такую-то сумму платить и, скорее всего, да, вы будете оплачивать ту сумму, которая указана была в документах. Соцстрах, поверьте, соцстрах с вас снимет хорошо. Вы, как, им уже соцстрах передадут документы, какие вы должны платить налоги и соцстрах будет заниматься с вами, будут дополнительные проверки, будет банк там писать, вы там будете бегать перед соцстрахом, доказывать, что вы реально меньше заработали. Ну, больше понятно, сам плати больше, а вот меньше, наверное, нет. Да, сомнительно, интересно. Ладно. Коллеги, предлагаю встречу завершить. Вопросы наверняка и остались, и даже еще, возможно, не успели их сформулировать. Если будет нужно, то просто пишите в чате, накапливайте вопросы, мы организуем еще встречу с Артемом. Он всегда откликается на такие просьбы. Ссылку на гайд я скинул в наше сообщество виза цифрового кочевника, это абсолютно бесплатно, доступно. Читайте, изучайте, задавайте вопросы. Уверен, что Артем будет отвечать на них. Вот, если нужна будет помощь, то опять же обращайтесь к Артему, у него работает система, я с ней знаком, очень крутая система, ни у кого такой в Испании нет. И промокод вебинар Nomad, он работает, нет ограничения по апрелю, еще раз скажу. И по нему будет гарантированная скидка 50 евро на каждого подающегося на этот тип визы. Спасибо вам. По-моему, было полезно и интересно. Если вы так же считаете, то можете еще в чате поставить плюсик или какой-нибудь восклицательный знак. Нам будет приятно. Спасибо, ребята, большое вам. Всем было приятно пообщаться. Хорошие вопросы были. Вообще вы крутые. Молодцы. Приезжайте к нам в Испании. У нас тепло. Сейчас сезон начинается. Как раз если успеете апрель-май, квартиру можете успеть до сезона арендовать хорошую. Так что у нас сейчас супер. До октября месяца можно до ноября купаться. Будет. В самый сезон приедет. Вижу ключики. Спасибо всем большое. Всем успехов с подачами. До новых встреч. Пока. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok